Теперь, пожалуйста, Наргиз Азизова, ООН-женщины, ваша презентация. Мы ее сейчас выведем на экран. Пожалуйста, Наргиз. Наргиз, я использую вот последний вариант. Вы просто говорите, нужно перелистывать. Хорошо. Спасибо большое. Я думала, что мы сегодня будем вместе с представителями ФМС России. И у нас будет возможность просто поблагодарить их за инициативу относительно разработки этого законопроекта, который на сегодняшний день, по нашим оценкам, это действительно очень важный и нужный документ. И действительно дал бы при условии его принятия хорошую законодательную основу для того, чтобы продвигать принципы и подходы по интеграции и адаптации иностранных граждан в России. Можно следующий слайд, Анна? Анна, мы исходили из, значит, комментируя законопроект, мы исходили из результатов исследований, которые поддерживал Офис Юнифейма, потом ООН Женщины в 2008-2009 году, потом в 2011 году. У нас были исследования в отношении нужд, потребностей женщин-мигрантов. И одно из исследований 2011 года, это было как раз исследование, которое было выполнено Центром миграционных исследований России, носило название как раз-таки «Вопросы социальной интеграции трудящихся мигрантов Российской Федерации». И в отношении вот этих исследований были сделаны, как выводы и следующие рекомендации, в отношении женщин-мигрантов мы хотели бы подчеркнуть, потому что это был наш фокус. И вы здесь видите, что одна из рекомендаций, которая вышла из этих исследований, как раз касалась в том, что необходимо оказание содействия в социальной интеграции женщин-мигрантов в Российской Федерации. Следующий слайд. Анна уже сказала, и на наш взгляд это является очень ключевым компонентом и ключевым вопросом. Когда мы говорим о интеграции, мы все-таки должны исходить из того, что это двусторонний процесс. Сейчас мы с вами обсуждаем законопроект Российской Федерации, и Россия является именно основной принимающей страной для трудящихся мигрантов из Центральной Азии. Но ответственность за успешность интеграции и адаптации наших мигрантов в Российской Федерации намного еще зависит от того, насколько они подготовлены к интеграции и адаптации до того, как еще они выехали в Россию и еще находились у себя на родине. Поэтому в наших комментариях мы все равно будем ссылаться на то, что интеграционные и адаптационные меры должны уже получить свою реализацию еще до отъезда мигрантов и членов их семей в Российскую Федерацию. Следующий слайд. Когда мы говорим о таких вопросах, как права женщин, права женщин-мигрантов, мы, естественно, исходим из каких-то международных стандартов. В данном случае мы исходим из Библии для он-женщин, то есть основная конвенция Библии о правах женщин, это конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая имеет свои рекомендации номер 26, которые как раз касаются прав и возможностей женщин-мигрантов. Вот в этих общих рекомендациях номер 26, принятых в 2006 году как раз, указываются те стандарты, которые рекомендует эта конвенция в отношении обеспечения прав женщин-мигрантов. И здесь мы перечислили эти стандарты, которые предлагаются для успешного выполнения принципов социальной интеграции в отношении женщин-мигрантов. То есть вы их видите на слайде, я не буду перечислять, но на наш взгляд очень ключевым является здесь доступ к социальным услугам, обеспечение доступа к социальным услугам, это образование медицинское обслуживание, включая репродуктивное здоровье, это неприемлемость вот этих процедур, громоздких процедур и языковых препятствий, это тоже очень важно для трудящихся мигрантов, особенность в Центральной Азии. И еще один вопрос, о котором, к сожалению, может быть, который недостаточно полно нашел отражение в законопроекте, который мы сегодня обсуждаем, это вопросы вообще семей трудящихся мигрантов, воссоединения семей трудящихся мигрантов, включая все категории мигрантов, в том числе и сезонные мигранты. Следующий слайд. Дальше эта же конвенция, она рекомендует стандарты, которые должна выполнять страна назначения, то есть страна приема трудящихся мигрантов. Даже если страна не ратифицировала Международную Конвенцию 2010 года о защите прав всех трудящихся мигрантов, членов и семей, все равно рекомендуется, чтобы национальное законодательство, миграционное законодательство, трудовое законодательство все-таки отражало те принципы и подходы, которые рекомендованы этой Международной Конвенцией. Кроме того, значит, такое право, как право на совмещение трудовых и семейных обязанностей, доступ к услугам, социальной помощи и страхованию, тоже рекомендуется странам назначения интегрировать в их политику и программы, направленные на социальную адаптацию и интеграцию. Упрощение норм и правил для получения гражданства для тех, кто желает его получить, тоже как стандарт рекомендуется. Поддержка семейной миграции, это как раз-таки воссоединение семей, усиление антидискриминационной политики и практики и стимулирование общественного диалога. Более полно мы будем разворачивать эти стандарты, когда будем обсуждать следующие слайды. Комментарий к законопроекту. Законопроект, на наш взгляд, достаточно интересен, но, конечно, этот проект нуждается в доработке в отношении того, чтобы все-таки более четко определить дифференцированные группы в отношении категории иностранных граждан, которых этот законопроект будет касаться. Законопроект очень общий, он касается иностранных граждан. Но, может быть, здесь как раз-таки должна быть и необходимо сделать дифференциацию в отношении тех иностранных граждан, которые приезжают с целью работы, с целью учебы и так далее. То есть, на наш взгляд, необходимо все-таки вот эту категорию иностранных граждан рассматривать с точки зрения или в разрезе целей их пребывания в Российской Федерации и сроков их пребывания в Российской Федерации. От этого будет зависеть, какая политика будет направлена, адаптационная либо уже полностью интеграционная. Поэтому мы сами понимаем, что люди, которые пребывают в Российской Федерации даже с целью устройства на работу, заработка, то есть их нужды и потребности в отношении интеграции и адаптации, они разнятся. Если человек приезжает там на три месяца, то, наверное, вот этот целый адаптационный цикл или интеграционный, вернее, цикл проводить ему нет необходимости. Может быть, направить в его сторону меры краткосрочные, направленные на его адаптацию. А вот в социальной интеграции нуждаются те мигранты, которые будут приезжать с целью долгосрочного пребывания устройства на работу в Российской Федерации или на учебу. И если вы обратите внимание, в самом законопроекте, в статье 3, даны основные понятия, которыми оперирует этот закон, но нет четкой дифференциации. Вот если мы обратим внимание, как сформулированы термины социальная и культурная адаптация, а далее социальная и культурная интеграция, то есть каких-то четких различий не выявляется в этих понятиях. То же самое в отношении адаптационных и интеграционных мероприятий. То есть они даны вообще под общим пунктом третьим. И поэтому, что такое культурная и социальная адаптация, культурная и социальная интеграция, вот не совсем понятно из этого списка терминов. Отсутствуют, опять же, я хочу повторить, те положения, которые касаются адаптации, интеграции не самих мигрантов, а членов семей этих мигрантов. Есть, конечно, статья 5, и Анна делала на нее ссылку, которая говорит о том, что введены полномочия Федерального органа исполнительной власти, разработка программ по адаптации и интеграции несовершеннолетних, то есть детей иностранных граждан. Но это делается ссылкой именно на обеспечение их доступа к дошкольному и школьному образованию. Ничего в рамках доступа к образованию, вне рамок этого, не говорится, к сожалению. Но вот этот вопрос, на наш взгляд, он все-таки тоже очень ключевой, и хотелось бы, чтобы он нашел отражение в этом законопроекте. Следующий слайд. То, что Российской Федерацией была принята в 2012 году концепция интеграции миграционной политики, концепция миграционной политики, в которой нашел свое отражение, раздел или секция в отношении социальной интеграции и адаптации, это тоже очень важный фактор, потому что это показывает все-таки политическую волю, решать вопросы социальной адаптации и интеграции. И законопроект, он как бы способствует созданию вот этой законодательной базы, для того, чтобы эта концепция нашла свое полное практическое отражение. Но мне кажется, нам кажется, что было бы очень важно, если бы законопроект все-таки сделал ссылку и включал, пусть короткие, но статьи, которые отражали основные принципы государственной политики в отношении адаптации и интеграции иностранных граждан, или основные направления этой политики. И дальше было бы полезно, если бы одна из статей или отдельной статьей были выделены все-таки вопросы субъектов государственной политики адаптации и интеграции. И сюда бы вошли не только институты государственной власти, но и институты гражданского общества, включая некоммерческие организации, СМИ и диаспоры, я не знаю, какие-то национальные культурные центры и так далее. Вот поэтому мне кажется, нам кажется, что вот очень хорошо было бы более полно использовать положение концепции государственной миграционной политики до 2025 года и вот как-то очень таким красивым, юридическим, правильным языком прописать эти стандарты в этом законопроекте. Следующий слайд. Следующий слайд. На наш взгляд отсутствует такое понятие и меры, которые способствовали бы социальной вовлеченности. То есть это не есть социальная интеграция, это гораздо шире процесс. Это процесс, который направлен на то, чтобы усилия государства и общественности были направлены на то, чтобы обеспечить равные возможности для каждого человека. То есть независимо от своего происхождения, гражданства и так далее, каждый человек может полностью реализовать свой трудовой и социальный потенциал в жизни. Поэтому вот в терминологии было бы полезно использовать этот термин и в то же время в статьях закона все-таки дать ссылку на то, как будет обеспечена социальная вовлеченность. В некоторых статьях очень так схематично указан принцип выхода из социальной исключенности, но опять же, что это подразумевает под собой, очень нечетко, скажем так, сформулировано или может быть не совсем четко понятно. Но к законопроекту есть, конечно, пояснительная записка. Может быть, стоило бы расширить пояснительную записку для того, чтобы отразить эти меры или сделать какое-то детальное пояснение каждой статье этого законопроекта, когда он будет принят. Но все-таки вопрос социальной вовлеченности, на наш взгляд, он все-таки должен найти свое отражение. Следующий слайд. То, что предлагается расширить в этом законопроекте. Анна уже говорила о том, что законопроект включает вопросы ответственности соответствующих государственных институтов за реализацию этого закона, но вопросы межведомственной координации и связи для реализации этого законопроекта, в том числе и реализации самой концепции, они все-таки как-то не нашли своего полного отражения. На наш взгляд, было бы тоже полезно пояснить. Все-таки каждый госорган отвечает за свой блок вопросов, но как будет обеспечена межведомственная координация, это вообще всегда у нас больной вопрос. Я не имею в виду Российскую Федерацию, но все законопроекты, которые мы обсуждаем сейчас в странах происхождения мигрантов, они зачастую касаются обеспечения межведомственной координации и сотрудничества. Иногда очень раздрозненные программы, планы действий разрабатывают, и нет четкой взаимоувязки между ними. Вопросы социального партнерства. Все-таки на наш взгляд, тоже было бы важно здесь как-то отразить, особенно какие роли будут нести госструктуры, работодатели или организации, представляющие работодатели, профсоюзные организации, неправительственные организации, СМИ, диаспоры, культурные центры и так далее. И вот в отношении социального партнерства все-таки надо отразить вопрос, какие модели оказания услуг или какие услуги будут оказываться, и как эти услуги будут между собой скоординированы со стороны этих разных организаций или разных структур общества. На наш взгляд, закон бы намного выиграл, если бы была четко определена роль и значение, может быть, роль и само вклад со стороны СМИ, и медиасопровождение, потому что эффективная адаптация, интеграция будет намного зависеть от того, насколько позитивный, положительный или правильный образ мигрантов, в том числе и трудящихся мигрантов, будет создан в стране. Не хотелось бы говорить о толерантном отношении, потому что, когда мы говорим о толерантности, это не совсем четко стыкуется с правами человека, все-таки права человека это намного шире. И вот здесь, мне кажется, СМИ могли бы способствовать все-таки обеспечению, соблюдению универсальных прав человека, то есть на жизнь без насилия, на реализацию основных его прав, на труд, на отдых, на социальное обеспечение и так далее. И в том числе СМИ, конечно, большая роль здесь будет заключаться в преодолении ксенофобии, вообще не только в искоренении, но я бы сказала, лучше, если бы это было направлено на вопросы предотвращения ксенофобии и дискриминации. И опять хотелось вернуться к вопросам сотрудничества со странами происхождения. Вот вопросы сотрудничества или взаимодействия со странами происхождения иностранных граждан или со странами происхождения миграции, здесь, конечно, должны были бы найти отражение. Понятно, что детальные мероприятия в законопроектах не излагаются, но как-то схематично можно было бы определить вот эти пути сотрудничества, через какие институты или через какие, я не знаю, что это будет на основе, например, межгосударственных соглашений или международных соглашений, не имеет значения. Но так, чтобы уже был сделан фокус на то, что адаптационные, интеграционные мероприятия начнутся еще до выезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, и страны происхождения будут тоже нести, в общем, ответственность и будут взаимодействовать в этом отношении с Российской Федерацией. Следующий слайд. Снижение рисков скейнофобии и дискриминации. Почему мы хотели отдельно показать эти вопросы? Потому что в рамках региональной программы по миграции, как раз он, женщины, отвечает за этот компонент, мы работаем тесно со СМИ, у нас был очень положительный опыт работы и с Союзом журналистов России в 2010-2013 году, и как раз он был направлен на то, чтобы способствовать повышению понимания средств массовой информации и дальнейшего их содействия в отношении снижения рисков скейнофобии и дискриминации. И здесь очень важно, чтобы законопроект включал такие позиции, как признание расизма и дискриминации в отношении неграждан неприемлемыми и противозаконными, чтобы были определены административные или как бы сформулированы административные меры для повышения ответственности за исполнение законодательства, за недопущение расизма и дискриминации. О том, чтобы все-таки в законопроект вошел такой пункт не только как мониторинг исполнения закона, но мониторинг выполнения законодательства в более широком смысле слова, например, в отношении рассмотрения индивидуальных жалоб, в отношении дискриминации граждан и неграждан страны со стороны общественных и частных структур. Это как раз пункт касается доступа к правосудию и мониторинга за доступом к правосудию для всех проживающих на территории Российской Федерации. Уважение и поощрение многообразия межкультурного взаимодействия, конечно, это отдельный пункт. Я думаю, что даже без законопроекта, принятого закона, сейчас очень много делается на уровне отдельных городов, муниципалитетов. У нас тоже есть такой опыт работы и с Санкт-Петербургом, и с Москвой. Мы каждый день наблюдаем в различных виртуальных сетях какие-то интересные инициативы со стороны гражданского общества, государственных структур. Например, посещение музеев или работа с различными национальными культурными центрами для того, чтобы продвигать интересы или принципы добрососедства, или межкультурного взаимодействия. То есть, если в законопроекте найдет это отражение, было бы очень хорошо, потому что это подтверждает факт признания недопустимости рисков ксенофобии и дискриминации в отношении неграждан. И, конечно, когда мы говорим о культурном и другом многообразии, здесь очень ключевым является то, чтобы образовательные программы включали этот компонент. Конечно, законопроект не может включать эти обязательства, но в том числе как бы через запятую где-то в обязательствах можно было бы перетислить, что и образовательный сектор несет эту ответственность в том, чтобы его образовательные программы включали продвижение культурного и другого многообразия. Следующий слайд. Конечно, мы много будем говорить, когда мы говорим о социальной и культурной адаптации, о таком факторе, как доступ мигрантов и членов их семей с различным услугом, общественным услугом. Здесь есть несколько подходов, ключевых это два подхода, исходя из международной практики. Первый подход, когда адаптируются услуги для мигрантов или оказываются им целевые услуги в рамках тех существующих услуг, которые предлагаются государственными институтами. Либо второй подход, это когда развиваются специальные услуги для мигранских сообществ, и в том числе те услуги, которые могут предоставлять неправительственные организации. Ну как бы лучшая практика, мы смотрели международную лучшую практику, практика сети 30 европейских городов, которые созданы для поддержки местной интеграции неграждан, показала, что наиболее эффективным является комбинация этих двух подходов. Поэтому было бы хорошо, если бы законодательная база в Российской Федерации позволяла бы использовать оба подхода в комбинированном виде. То есть когда эти услуги оказываются и госструктурами, и они адаптированы для мигрантов, или они целевые, и когда есть пакет специальных услуг, направленных на мигрантов. И они могут предоставляться не только государственными организациями, но и неправительственными организациями. В этом отношении, конечно, есть пункт, который говорит о поддержке инициатив социального характера, которые будут выдвигать неправительственные организации. Это очень важно, но было бы хорошо, если бы это обязательство было бы немного расширено. Следующий слайд. Следующие два слайда, они касаются как раз-таки стратегии межкультурного развития. Мы понимаем, что это очень трудно положить в законопроект, но я думаю, что когда законопроект найдет свое отражение через какие-то инициативы, было бы важно учесть вот эти составляющие стратегии межкультурного развития. Понятно, что здесь мы должны говорить о создании позитивного общественного мнения, развитии многообразия, плюрализма. Но надо смотреть о том, чтобы были обязательства государственных органов или муниципальных органов для того, чтобы поддерживать проекты по добрососедству, образованию, доступу к услугам, бизнесу, спорту и искусству. То есть тем направлениям, в которых должна проводиться социальная и культурная адаптация и интеграция. Очень важно развивать тоже, чтобы нашли отражение такие инициативы, как развитие навыков по медиации и разрешению межкультурных конфликтов. Понятно, что их трудно будет избежать, но вот как раз использование инструментов медиации очень важно для того, чтобы эти конфликты предотвращать еще на стадии их рисков возникновения и не дожидаясь, когда они получают свое негативное развитие. Инвестирование в обучение языкам. Конечно, очень много уже делается, в том числе и особенно в Российской Федерации, в отношении того, чтобы граждане, выезжающие из соседних республик, выезжающие в Российскую Федерацию на работу, получали навыки языковые, создаются центры обучения языкам. Но пока этого недостаточно. Может быть, как раз таки инвестирование должно осуществляться путем соглашения каких-то межгосударственных, оно должно найти более расширенные масштабы, потому что потребность очень высокая. К сожалению, этих центров обучения языка не хватает. И зачастую, особенно в сельской местности, когда качество образования вообще падает, трудно говорить о том, чтобы обучение иностранным языкам, в том числе русскому языку, там проводилось на должном уровне. Но здесь нужны какие-то, может быть, более широкомасштабные, какие-то долгосрочные программы инвестирования в систему образования. Следующая составляющая – это работа со СМИ по сбору и распространению новостей с учетом социальной ответственности межкультурного развития. Понятно, что это все будет направлено на искоренение ксенофобии и дискриминации. Следующий слайд. Значит, разработка международной политики города. Вот такая инициатива или составляющая, она предлагается для того, чтобы город имел самостоятельную политику в отношении работы с негражданами, скажем, или в продвижении международного сотрудничества, если можно так сказать, в том числе и по различным направлениям, не знаю, трудовая миграция, экономическое сотрудничество, социальное, культурное особенно. Вот недавно был подписан договор о оргнаборе между Душамбе и Санкт-Петербургом, подписал его мэр города Душамбе и глава Санкт-Петербурга. Ну вот просто интересно посмотреть, вот этот договор, говорящий о оргнаборе, он в принципе должен был говорить и, конечно, о продвижении вопросов социальной и культурной адаптации. То есть когда будет организован оргнабор, люди приедут работать в Санкт-Петербург, насколько они будут готовы уже к социальной адаптации, во-первых, а во-вторых, насколько готовы органы Санкт-Петербурга, которые приглашают трудовуюсь, рабочих или трудящихся мигрантов работать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, насколько они будут готовы проводить адаптационные и интеграционные меры. Санкт-Петербург, мы знаем из опыта нашей региональной программы, проводит очень интересную работу по интеграции, адаптации. У него есть очень интересный компонент по обеспечению доступа трудящихся мигрантов и членов их семей к социальным услугам, медицинским, образовательным. И этот компонент реализует как раз-таки комитет по социальной политике города. Но он касается пока тех мигрантов, которые, скажем так, имеют регулярный статус, который приезжает уже с разрешением на работу или открывает разрешение на работу в Российской Федерации. Но мы знаем, что большую часть таких составляет мигрант там же с нерегулярным статусом. Вот насколько адаптационные и интеграционные меры помогут им перейти от статуса нерегулярного мигранта к статусу мигранта с урегулированным статусом. Тоже вопрос на обсуждение дальнейшего решения. Пункт 9, если вы обратите внимание, это инициирование для приезжающих приветственных инициатив и проектов по ознакомлению с городом. Анна уже затронула в своем вопросе кодекс для москвичей. Это была хорошая инициатива. Недавно мы такую же инициативу увидели в Алматы. Разработан очень интересный кодекс алматинца. Как раз-таки направлен для приезжающих в город Алматы на долгосрочное нахождение, проживание, на работу. Он касается не только не граждан, но и самих граждан Казахстана, тех, которые приезжают из других регионов. Вот это тоже как бы сам кодекс, он очень краткий. Он имеет такой формат приветственного обращения к тем, кто приезжает, и как бы знакомит их с условиями проживания. То есть не сорить, не загрязнять, уважать старших, уступать место. То есть он написан очень простым языком. Может быть быстро переведенным на другой язык, понятным, объяснимым. И я думаю, как бы он не ушел далеко от основных принципов и стандартов этики нахождения, либо этики поведения. Мне кажется, вот это тоже инициатива, которая должна найти отражение далее, когда будут развиваться вот эти инициативы по социально-культурной адаптации. Значит, можно следующий слайд. Значит, вот следующий слайд. Мы хотели его просить ваше внимание, потому что исходили мы, конечно, из той хорошей практики, которую мы имеем по социально-культурной адаптации, это практика европейских стран. Существует сейчас сеть городов, государств, членов Европейского Союза, которые вот объявили о том, что это города свободной от дискриминации, открыты к мультикультурному многонациональному разнообразию. То есть вот к этой сети городов можно было бы присоединиться отдельными городами, которые, ну, может быть, в скором будущем изъявят свое желание поддерживать, вот, я не знаю, интеграционные, социально-адаптационные меры. И здесь очень важно, что вот те инициативы, которые выдвигают эти города, они все-таки нашли свое, не знаю, были бы реплицированы на конкретные инициативы и в наших странах. Здесь еще предложение, это все-таки продолжать диалог культуры и искусства. Вот этот важный диалог, который идет, может быть, не совсем регулярно, но все-таки там проводятся недели культуры, месячники культуры. Вот этот диалог надо поддерживать, потому что у нас были исходные какие-то исторические предпосылки, не знаю, история была общая, может быть, нам бы не было так трудно продолжать развитие вот этого диалога. Но просто мы хотели остановиться на том, что он действительно очень важен для того, чтобы поддержать дальше адаптацию, интеграцию граждан из, значит, центрально-азиатских, особенно стран или стран СНГ в Российской Федерации. Это коротко все. Я хочу сказать о том, что мы передали свои письменные рекомендации, и они будут обобщены, я так понимаю, в консолидированный пакет рекомендаций к законопроекту. Мы готовы дальше обсуждать, показывать то, что у нас есть, особенно по работе со средствами массовой информации и с неправительственными организациями в Российской Федерации, ту работу, которая направлена на адаптацию, интеграцию иностранных граждан. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Наргиз.